Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телеканала «Видное ТВ» программа «Все грани мяча». Наша программа, мне кажется, никогда не прекратит свое существование, потому что столько футбола, столько интересных матчей мы наблюдаем и с удовольствием рассказываем о них. С удовольствием ждем ваших звонков для того, чтобы и вы смогли поделиться с нами своими впечатлениями от футбола. Лига чемпионов. Лига Европы, к сожалению, дальше мы не прошли. Чемпионат России, шикарный 20-й тур. Ну и уже буквально в четверг наша сборная сыграет первый матч, отборочный матч чемпионата Европы. Обо всем об этом в ближайшие 45 минут вместе с вами, а также Сергеем Буслаевым, Константином Щерберенко, Евгением Ворониным и Илье Рызенбад. Добрый вечер, друзья! Добрый вечер! Ну, уверен абсолютно, что тот темп и ритм, который сейчас набрал футбол, европейский, наш, российский, это нам, что называется, за то, что мы целую зиму были без футбола, по крайней мере, без нашего, да? Ну и Лига чемпионов тоже делала свою паузу. Ну что ж, давайте начнем, наверное, с самого главного турнира. И, скорее всего, как мне лично кажется, не только европейского, но и мирового. Это Лига чемпионов. Состоялись и матчи, состояла жеребьевка. И давайте посмотрим, какие у нас образовались пары в 1-4 финала Лиги чемпионов. Итак, Аякс принимает Ювентус в первом матче, Ливерпуль – Порту, Тоттенхэм – Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед – Барселона. Друзья мои, ну, какую игру мы ждем больше всего и от какой мы надеемся получить полное удовольствие? Илья. Ну, я, безусловно, буду ждать противостояния Аякса и Ювентуса. Но не потому, что Аякс – это, как известно, одна из двух самых больших еврейских команд в Лиге чемпионов и среди всех европейских команд. У нее даже, да, единственная околофутбольная фирма называется «Жидарми», извиняюсь за выражение. Да. Вот, но это из-за того, что в Аяксе созрело поколение футболистов с 96-го года, когда начал смотреть европейские матчи и обалдел от той команды Аякса, которой играли Клювилл, Зейдорф, Давидс, братья Дебуры, Вандер Сар, еще совсем молодой. Это была сумасшедшая команда, которая взяла кубок, а потом еще несколько лет показывала, ну, возможно, один из самых ярких футболов среди всех команд. И вот спустя 20 лет, как все говорят, и мы это видели в игре с Реалом, родилось поколение, которое способно повторить этот успех. Так что Вентусу будет не совсем просто. Хорошо. Жень, твои предпочтения в этих парах? Ой, сложно представить. Я, наверное, все-таки Барселона. Манчестер Юнайт. Ну что ж, посмотрим. Константин. Мне тоже эта пара, кажется, если все предыдущие варианты с явным лидером, как мне кажется, да, там и Вентус, и Ливеркуль, и Манчестер Сити, несмотря на то, что Тоттенхэм с ними, две английские команды, да, но все же Барселона, Манчестер Юнайтед здесь крайне непонятно, потому что, во-первых, Барселона-то дома сможет, наверняка, там результат показать, а вот Манчестер на своем поле, а у Траффорд, может преподнести сюрприз миссии компании. Сергей? Ну я, уже разобрали все пары. Я, естественно, останусь на паре, остановлюсь на паре Тоттенхэм-Манчестер Сити, потому что я чемпионате Англии, слежу за этой командой. У него судьба у Тоттенхэма такая, динамовская, то есть он всегда где-то там подходит близко, но многие, сколько, больше 30 лет он тоже выиграть ничего не может. Команда такая, практически, ну и вроде бы как она идет, входит в пятерку, там уж шестерку сильнейших команд Англии, но, допустим, вот за последние два, не сезона, а две заявочные кампании, Тоттенхэм не усилился, но хотя идет в пятерке сильнейших команд Англии. И мне очень интересна эта команда. А кто-нибудь скажет, сейчас я просто вопрос задам, а кто-нибудь скажет, что необычного есть в этой паре? Тоттенхэм-Манчестер Сити. Что они за одной стороны? Нет. Ну, это за вопрос. Не за вопрос. За вопрос необычного, может быть, что это? Команды никогда не встречались в 1-4? У них был один тренер. Нет, давайте еще какие у нас наброски. Может быть, наши телезрители уже знают ответ, можно позвонить, сообщить. Тоттенхэм и Манчестер Сити, что их объединяет? Цвета. Нет. Помимо всех остальных команд... Может быть, то, что они не были чемпионами Англии обе? Нет, Англии и Манчестер Сити были. Манчестер Сити был же. Тоттенхэм тоже... Ну, ты рядом. 30 лет назад, да. Ни одна, ни другая команда не выигрывали лигу, либо кубок чемпионов, друзья мои. И Аяц, и Ювентус, и Ливерпуль, Порту, Манчестер, Барселона выигрывали лигу чемпионов, либо лига кубок Европы. Даже Цельского выигрывал. Кубок чемпионов. Нет, кубок чемпионов. Именно чемпионов. Да. А Тоттенхэм и Манчестер Сити не раз. То есть, получается, из этой пары кто-то может пойти. Ну, если помните, да, я, делая ставки, поставил все-таки на Манчестер Сити. Сереж, твой прогноз? В этой паре? Нет. Дальше вообще, да. Нет, в финале? В финале, да. Ну, в финал, кто победит, либо выиграет. Я вот поставил на Манчестер Сити. Я на ЯКС поставлю. Так, хорошо. Я все же думаю, Ювентус победит в этом сезоне. Неплохая. Ну, естественно, я за Ювентус. Так, уже, понимаешь, так вот. Колиция обзавалась. Я тоже ЯКС. Пополам 2-2, потому что мы с тобой, Олег, были солидарны за Манчестер Сити в этом году по игре. Один ЯКС за ЯКС. Ну, нормально. Посмотрим. Слушайте, ну, если Барселону никто не воспринимает. Хотя Ливерпуль, мне кажется, не предсказуем. Да, Ливерпуль не предсказуем. Но в этих матчах он действительно был хорош. Хорош. Возможно, очень хороший. Все соки. А почему такие надежды на Манчестер Юнайт в паре с Барселоной? Нет. Ну, не потянет, мне кажется. Барселона, я думаю, что выйдет дальше. Последний матч, да. Согласен. И вот следующие матчи нас ждут очень прям красивые. Ну, что ж, для этого есть не только футбол, но и программа о футболе. Все грани мяча, где мы как раз уже после этих матчей, после первых матчей будем обсуждать, рассуждать, какая команда была лучше на поле. Ну, а мы переходим, может быть, к менее оптимистичной, скажем так, теме. Это Лига Европы, 1-8 финала. Две наши команды принимали участие в этом розыгрыше и закончили с выступлением в Лиге Европы. Зенит на поле испанского Вильяреала проиграл 2-1. Ну, и Краснодар-Валенсия, мне кажется, это самый такой драматичный матч, который 30 секунд не хватило Краснодару для того, чтобы выйти в следующий раунд плей-офф. Мы в прошлом, да, на прошлой передаче говорили о том, что Краснодар, скорее всего, может, если повезет. Ну, не повезло немножко ему, действительно не держали. С Зенитом было намного сложнее. А какой шикарный мяч забили. Шампинь. Да? Краснодар с угла левый в дальнюю девятку. Это вот просто великолепный. Вместе с везением все-таки хочется отметить не менее шикарный гол и Валенсии. Потому что в момент удара, мне кажется, 100 из 100 российских нападающих сразу бы пробили. А там была такая фирменная пауза. Выждал паузу. На 93-й минуте последняя атака, последний удар. Когда уже хочется просто ткнуть мяч, чтобы хотя бы в сторону оборота идти. Или угловой, или просто какие-то рикошеты. Это был просто фирмовый гол. Поэтому это такая выдержка таких классных команд. Не, Валенсии. А, Валенсии, Краснодар забил. Такой классный гол, который подчеркивает, что если у команды есть уровень, она все равно все свои сильные качества, технику, как у Валенсии, которая есть, демонстрирует до конца, до последней секунды. Кстати, Шапи пролетел-то. Да, да, он пролетел. Когда он сдал мяч, он стал пить сразу и пролетает мимо него. Да, такая ирония. Да, было такое. Было. Я не знаю, честно говоря, насколько лично у меня, например, есть желание говорить о «Зените». Потому что, как повел себя «Зенит», повел именно по спортивному определению. Вот не то, что даже язык не поворачивается. Вообще вот нет желания. Потому что команда «Зенит», лидер нашего чемпионата, не смогла пройти команду, 16-ю команду, пускай и Испании. Семнадцатой. Теперь уже семнадцатой. После матча с «Зенитом» семнадцатой. Друзья мои, есть этому объяснение? Ну, конечно, есть. Ну, какое? «Беллереал» – это та команда, которой, в принципе, нельзя сбрасывать со счетов. Это, позвольте, «Монако», условно, из Франции, которая в прошлом сезоне проделась. «Монако» сейчас тоже на шестнадцатом месте. И вот тебе и пример. Команда, которая бросила все силы именно, может быть, на Лигу Европы, да, чтобы хоть как-то, возможно, и выиграть ее. Чтобы в первую лигу улететь. Да. Но, в принципе, команда, за которую и Денис Черышев сейчас, между прочим, он считается именно в этой команде. Считается, но он выходит в запасе. Пока он в Валенсии. Да, пока он в Валенсии. В Валенсии. Но Валенсия может его не подписать, и он вернется обратно. Мы все прекрасно помним, как и Черышев пылил металл за Вильяриал в прошлом сезоне. Хорошо, что мы можем пылить по «Зениту»? Нет, вопрос у тебя про «Зениту». Про «Зениту» мы уже говорили. «Зенит» два забил, пять пропустил. Мы пришли, я тебя перебью немножко. Нет, меня не надо перебивать. Я не соглашусь с тем, что «Зенита» он в крайне сжатые сроки подписал Ракицкого, который полностью не сыгран был в паре с защитником. Ивановичем. Иванович, откровенно говоря, проваливает последние матчи в чемпионатах России. Крайние защитники вообще не сыграны никак. Вот у нас и на выходе получается, что «Зенит» команда, которая от 17-й команды Испании пропускает пять в двух матчах. И это нормальное явление. Потому что у нас «Спартак» не обижает «Зенит», не забивает ему столько, сколько может там, в принципе, по моментам, если мы будем обсуждать, поймем. А «Вильяреал» из пяти моментов испанцы все пять реализовали. Вот вам и уровень Испании и России. 17-я команда пропустила первой. В России есть, не знаю, все эти «Дзюбы». Все, кто у нас… А сколько «Зениту» не повезло с матчем «Вильяреалом»? Два момента в самом начале игры, второго ответной игры. Когда команда могла дважды уже забивать и вести 2-0. Вот вам и сыгранность, вот вам и момент. «Азмун» пришел в команду на флажке, «Ракицкий» на флажке, «Бариус» на флажке. А что, до этого «Зенит» не играл, что ли? До этого как раз-таки играл. И прекрасно играл. Первое место. При чем тут пришли новые и не вписались? Не вписались. Они полчемпионата проиграли составом, который нормально и вышел с этим же чемпионатом, вышли в весну. И что? Там было только «Ракицкий» из новичков. «Ракицкий» и «Бариус», «Озмун» — три новичка. А что ты говоришь? А вот сейчас приди в любую команду «Марсела», «Алвис» и так далее. Олег, что, не впишутся в игру? Ну, могут сразу не вписаться. А потом «Бариус» — это не тот игрок, который, мне кажется, настолько системообразующий. «Бариус» забил «Спартаку» сейчас. Ну, забил «Спартаку». Я могу сейчас перечислить сто фамилий, которые забивали «Спартаку». Ну, в том-то и дело. «Марсела» забивают первую игру и забивали «Спартаку». А там все их были. И «Вагнер», и «Жо», и «Корвали». И все забивали. Олег, ты говоришь «Марсела», ты говоришь «Алонсо» и так далее. Это команды, которые, возможно, зайдут и смогут из игры в игру показывать достойный результат. А это игроки, которые один матч хорошо, второй матч не очень. Вот и на выходе так и получилось. Давайте ответим нашему телезрителю. Добрый вечер. Добрый вечер, Юрий Сергеевич. Да, приветствую. Добрый вечер. Во-первых, я хочу поправить тебя. Футбол будет в четверг, а в пятницу, 22 марта. 21. Это первое. 21. 21. 22. В программе 22. На 21 нет ничего. 21. У меня все ходы записаны. Не знаю, Олег, у меня в программе 22. А давайте сделаем, пока у меня идет эфир. Кстати, программа у вас есть. У Windows в вестях есть программа. Посмотрите, 21 в 22.45. Опечатка. Мы 22 играем. Олег. 21. Или я не прав? Нет, не правы. Сейчас, подождите. 21 мы играем и 24. Абсолютно точно. С турками. Не буду спорить. Значит, там опечатка. Да, Бенгия, Россия, 22.45. А вот то, что про футбол сказал Олег, мы играем в разный футбол. Надо сказать. В Европе, к сожалению, там. Первый канал. Вот посмотри, я вот, ну я не видел, как играл последний матч в Енице, но я видел, как играл Краснодар. Вели, я говорил, 2-3 человека всегда у линии, у центральной. Либо они атакуются, не дают развернуться сразу атакам Краснодара, либо они переходят в оборону. То есть, но они 2-3 человека всегда на линии. Это мы играем, к сожалению, не так. Мы играем, куда мяч дадут. А куда мяч дадут, у нас не всегда получается. К сожалению, так. Спасибо. Спасибо за ваше мнение. Дай мне черту-то провести. Мы на прошлой передаче полчаса обсуждали это Вильяреал и Валенцию, и Зенит, и Краснодар перед матчем. Но закончили разговор, мы начнем, ты вспомни. Мы спросили, какова роль Симака? Виноват ли Симак в такой игре? Потому что по подбору игроков мы к чему пришли? Что люди не попадают, потому что 25 человек можно заявить, а у них еще там Жирков и Ежесним сидят, которые играют в чемпионате России. Вина Симака в этом есть или нет? Я хочу услышать от вас, от всех. Однозначно. Конечно. Однозначно. Виноват тренер Симак, да? Можно из этого слепить что-то. Конечно. Потому что жаловаться на это нельзя, понимаешь? Это кольщунство какое-то над другими клубами, у которых составы гораздо хуже. Это точно. Ну, давайте не будем строго судить Зенит, Симака. По Лиге Европе. Ну, давай посмотрим чемпионат России, сейчас перейдем. Мы сейчас перейдем. Давай перейдем. Хорошо. Договорились. Итак, желание закон. Переходим к чемпионату России. 20-й тур. Ну, и давайте сразу посмотрим итоги 20-го тура. Итак, Спартак-Зенит. Центральный матч тура. Счет 1-1. На мой взгляд, великолепный матч. Скорости, моменты, карточки, неназначенные пенальти и все остальное. Локомотив Краснодар 1-0. Ну, тут, конечно, можно сказать, что Локомотив, на мой взгляд, был все-таки чуть-чуть посильнее. Поэтому и счет 1-0. Тоже все было и красное. Ахмат Уфа, да, 0-1. Арсенал Енисей 2-0. Рубин Ростов 0-2. Урал ЦСКА 0-1. Сложная и скучная игра. Оренбург выиграл у себя дома 1-0 у Динамо. Ну, и открытие весенней части сезона. Анжи Крылья Советов 0-2. Друзья мои, Крылья Советов. Три, если мне память не изменяет, три победы подряд. Нет, нет, 7 очков. Ничья, первый матч и две победы. Там раскрывается, помимо всего, что Самедов и Джано, системообразующие игроки, вообще всех клубов, в которых принимали участие. Там, извините, азербайджанский нападающий Шейдаев, он забивает в трех матчах подряд. И такими темпами, кто знает, может быть и в год. Гонит еще Чаова. Бомбардиров, да, войдет. Ты пропустил одну фамилию. Еще тренер Божиевич пришел. Еще Божиевич Мядрак, который со всеми клубами добивался хороших результатов. Да, ну и мы чуть позже посмотрим турнирную таблицу, да. И мы, если посмотрим до 20-го тура, да, когда закончили у нас, сколько у нас получается, 17 туров было, да? 17 туров было. Крылья Советов были в зоне вылета. И сейчас вот эти вот 7 очков, и они... В зоне вылета, оказывается, Динамо. Да нет еще. Нет, пока не в зоне вылета, они... 12-е место, это не зона вылета. Ну, они поровну... 4-я шка. Нет, ну поровну команды, которые в зоне вылета. 23-я шка. Мы с 8-м местом были поровну, ты кричал, что нет, все равно они... Все равно 10-е. Все равно 10-е. Сейчас 12-е. Сейчас 13-е, но все равно 12-е. Давайте перейдем, естественно, к центральному матчу тура. Ну, к сожалению, вот так складывается, что болельщики Спартака никак не могут посетить нашу программу, чтобы свои эмоции рассказать по поводу этого матча. Но, тем не менее, естественно, мы все смотрели этот матч и уверены, что у нас он оставил самое лучшее впечатление. Итак, Спартак-Зенит 1-1. Илья. Да, Олег. Я сразу к тебе, как к главному специалисту по Спартаку. Спасибо. Хороший матч еще получился. Отличный. А что не хватило, на твой взгляд, командам, чтобы все-таки 3 очка набрать, а не разделить по одному? Ну, не хватило, наверное... Каждому по 3. Ответ очевиден на твой вопрос, что боялись проиграть и те и другие, скорее всего. Боялись? Конечно. Я вспомнил интервью Симака, когда ему корреспондент задал вопрос, а не хотели бы вы немножко подостудить, что называется, игру? Потому что оставалось там несколько, ну там, 5-10 минут, ну, понимая, что в гостях все-таки ничейка лучше говорит, нет, мы играли только на победу, поэтому и оголяли оборону и шли вперед. Не показалось, что «Зенит» уж так сильно оголялся, просто «Зенит» как-то более симпатично смотрелся в атаке и уж по большому счету, на мой взгляд, заслуживал больше победы, чем Спартак. Но тренеры всегда, они же не будут признаваться, что мы сейчас будем играть на 0-0 или парковать автобус. Поэтому, что они... Брокопенко в «Динамо» признавался. Я, говорит, специально сказал, ребят, ну в первом тайме давайте не играем, а в втором начнем. Почему в втором? Ну, такие большие команды, как «Зенит», «Спартак», тем более при таком скоплении вип-персон на этом матче, они все равно играли в футбол достаточно интересный. Чего не хватило? Просто матч закончился 1-1, и что устроило всех остальных. Вот они для всех и сыграли. Ну что ж, неплохое. Первый, наверное, или один из первых, кого устроил, скажем так, да, этот результат, конечно, и «Локомотив». И «Локомотив» в том числе, но, в принципе, и для «ЦСК» ты с них начинал. И для «Динамо». Нет, для «ЦСК» вообще ничего не изменилось. Они не... И «Спартак» как не догнал бы, и «Зенит» они не догнали бы. А «Локомотив» все-таки обошел «Спартак». Сколько сейчас остается «ЦСК» от «Зенита»? Четыре очка? Пять очков, пять, да. А должно быть, если бы выигрывали, семь. Уже имеется разница. Поэтому... А если бы не «Арсенал», а если бы не «Енисей», а если бы не «Крылья Совета» в первом туре? Мне в матче, допустим, если ты меня спросишь, да, мне в матче... Нет, я не буду спрашивать, спасибо. Да, я понял. Я понял. Олег, мы сейчас как раз-таки на связи с представителями «Спартака», который там входит во «Фраторе», и все дела. Он сказал, что прежде всего не хватило командам, ну, в частности, его клубу, агрессии. И у Варенца Мельгареха в самом начале было также два момента, которые, в принципе, «Спартак» могли в какой-то степени вывести, ну, чуточку вперед. Ну, и не стоит забывать... Ну, и пенальти «Зениту» тоже можно сказать. Там вроде как судья перестраховался, я слышал, в каких-то кулуарах. Но, тем не менее, матч интересный, бесспорно. По результату, возможно, и тех, и других не устроил. Но всех остальных, как я правильно отметил, устроил. Командам можно вообще сказать за игру откровенно спасибо, потому что, наверняка, зрители, которые пришли на стадион, их этот, скажем так, футбольный спектакль устроил. Согласен. Жень, что ты хотел сказать? По «Спартаку»? По «Спартаку» все понятно, все хорошо, все здорово. А, по «Спартаку» все хорошо, все здорово. Нет, игра нормальная команды, просто немножко не повезло где-то, где-то повезло с незначением пенальти. А вот, действительно, я соглашусь, наверное, с болельщиком «Спартака», не хватило агрессии. Но и «Локомотиву», и «Зениту» не хватило свежести после игры в Европе. Если бы они были посвежее, я думаю, что… Ну, там не все участвовали. Да, я знаю, я знаю, что ты скажешь, что половина состава не участвует. Я говорю, что и моральные все, что не вышли, да, и моральное состояние тоже… Морально, да. Да, было подавлено немножко. Я говорю, если бы не игра в Европе, я думаю, что «Зенит» больше мог рассчитывать на победу. А сколько команд проиграло в своих внутренних чемпионатах после Европы, да? «Ювентус» – первое поражение в сезоне. Вместе с Криштианом и Роналду, да. Ну, это да, но все-таки… «Краснодар» проиграл тот же самый. «Краснодар», «Атлетик», «Мадрид» тоже проиграли. «Валенси» в «Ничу» сыграли. «Валенси» в «Ничу» сыграли. Это ничья, «Динамо» устроил ничья, потому что у нас появился шанс все-таки как-то… «Переходный» попасть. «Догнать пятерку уходящую». Вот что мне нравится, Сергей, это его оптимизм. Настолько он прямо из него выходит, что он прям со всеми нами делится своим нескончаемым оптимизмом. Я согласен, согласен. Может, сейчас Олег Далматов в «Динамо» придет и пойдет. Где он? И пойдет. Ну, после 98-го года, когда Далматов-то «ССК» к серебру привел, и к вам сейчас раз может прийти Далматов, и вы как минимум в тройке уже окажетесь. Главное, что не снизу. Далматов давно не тренировался. Мы медленно переходим к «Динамо». Нет, мы медленно переходим к «Локомотиву», потому что это тоже игра. Встречались вторая команда и четвертая команда. Сейчас это, как у нас там, третья, четвертая получается. Ну, то есть, все равно это лидеры нашего чемпионата. «Локомотив», «Краснодар», 1-0. Ну, не спрашиваю, что доволен ты результатом или нет. Естественно, да, твоя команда тоже приблизилась к лидеру и имеет все шансы в погоне за «Зенитом» и «ЦСК». Понравился матч? Матч понравился. Сергей спросил более, а матч, конечно, был. И впервые я вообще за всю историю, мне кажется, за два часа приехал на стадион, потому что, во-первых, был такой анонс. Там у нас, я, честно говоря, не знаю, как у остальных клубов, но вот именно масс-медиа у «Локомотива» и то, что перед футболом происходит, всегда очень интересно. Тем более, это был день Святого Патрика. Да, там получается… О-о-о! Святой за нас происходит. Ну, то есть, зеленые цвета… Зеленые цвета, развлекательная программа, «Смолов на заставке», его интервью там, значит… Ну, в общем, интересный такой подход к самому футбольному сию мероприятию. И то, что на трибуне творилось, тоже достаточно интересно. Команда «20 лет викинги» наши, околофутбольные ребята, праздновали свой 20-летний юбилей. У ЦСКА, кстати, я тоже видел в сезоне, они, по-моему, их какая-то фирма тоже отмечала день рождения. И, в общем, в этой игре нельзя было проигрывать вообще никак. А то, что игра получилась, и получилась она у «Локомотива» лучше, чем у «Краснодара», кто смотрел футбол, я думаю, со мной согласится. Да, «Локомотив», я говорю, он получше смотрелся, получше. Да. Однозначно. И я заметил то, что очень прибавили защитники. Вот Игнатьев, который неспроста вызван в сборную, потому что то, что он показывал в начале сезона, и то, как он вышел после паузы, это два разных футболиста. К тому же всегда достойно себя показывают и Гильерми, который Палочка выручалась в какой-то степени, ну и Мирончаки, те же самые, я вот по сборникам прошелся, потому что это реально системообразующие сейчас игроки команды. Смолов, к сожалению, не вывозит тот уровень, на который на него возлагали. Ну да, согласен. А вот именно по самой атакующей игре то, что было у «Локомотива», они, к сожалению, не использовали то же самое, как у «Краснодара», было несколько опасных моментов. И все решил как раз-таки пенальти в концовке игры, который, к счастью, Мирончак Антон, лучший игрок в этом отрезке месяца, вновь забил. Он вообще разобивался. Смотрите, какая история. «Краснодар», команда, которая забила больше всех мячей во внутреннем чемпионате, причем с хорошим таким отрывом. Да, я тоже смотрел статистику. И довольно немного пропустили. Да, и не может забить. С Нового года выиграть. С Нового года не может выиграть ни одного матча. И забивает мало. Бывает такое. Бывает такое. Ошибочно. Ошибочно. Тут, да. Ошибочно точно. У нас есть телефонный звонок. Давайте примем. И продолжим наше общение. Добрый вечер. Хорошо. Добрый вечер еще раз, Юрий Сергеевич. Да. А вы знаете, у меня не сложилось впечатление, что «Локомотив» должен был выиграть. Да. По-моему, все шло к ничьей. И если бы не вот эта злосчастная рука… Кстати, он не играл рукой, конечно. Просто короткое расстояние, сильный удар, мяч попал в руку. Я все понимаю. Причем там часть в бедро была, часть в руку. И я так предполагал, что если бы не это, то была бы ничья. Боевая хорошая ничья. Вот это мое мнение. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Но «Локомотив» играл все-таки, мне кажется, получше, поинтереснее, по разнообразнее. Больше моментов было. Но «Краснодар» какой-то с опущенными головами, мне показалось, вышел. Ну да, тоже. Опять же, мы опять же подъели. В моральное состояние. Психологическое. Опять же, если вот конкурс прогнозов какой-то устраивать… Потому что последние минуты люди проигрывают, да, и не выходят. Отличать «Зенита», «Краснодар», может быть, действительно психологически был надломлен. Потому что я не думаю, что «Зенит» так уж сильно был надломлен. Тем более, там часть состава поменял «Семак» в игре. А здесь… Ну, когда за третий секунд ты пропускаешь, возможно, важный матч и всего лишь, между прочим, два полных дня на восстановление, это, наверное, опечаток свой оставляет. Я еще удивило одно. Только что вот я узнал, что, оказывается, Юрий Павлович католик. Ничего себе. Патрик отмечает тоже. А почему бы и нет? Почему бы и нет? Не буду скрывать… Думал в православном. Нет, я тоже отмечал. Если это дает свои плюсы, а почему бы и нет? У нас страна такая, мы отмечаем все праздники. Ну что ж, идем дальше, набираем хороший ритм и переходим к следующему матчу «Урал-ЦСК». Счет, что называется, на табло, а вот где игра, мы сейчас и узнаем. 0-1 «ЦСК» победил. Жень, все аргументы. Плохое поле, усталость, несыгранность, не принимается. Ну ты все же сказал, что я должен был сказать. Но поле действительно, если видели, что это было изобразие. Это поле было ужасное. Я думаю, оно было, наверное, хуже, чем было на «Динамо», которого отказались играть. Это слухи, слухи наговаривают. Нет, но все равно поле было ужасное. Играть было очень тяжело. И техничной команде такой, как «ЦСК» и «Быстрый». На «Володарке», на «Стадионе», на «Сорогов» лучше абсолютно поле. «Володарка» рулит «Носорогов». Правильно, там «Гаревая», конечно, будет лучше. Нет, действительно, техничная команда «ЦСК», и поэтому для быстроты нужно хорошего качества поля. Поэтому яско играет, стандартно все решил. И лично рад за «Марио Фернандеса». Ты знаешь, «ЦСК» мне понравился в этом матче. Может быть, из-за поля, не из-за поля, но какая-то комбинационная игра, кстати, получалась. По крайней мере, мне так показалось. Не хватает «ЦСК» одного, не хватает забивного нападающего. Вот такая проблема у армейцев. Нету человека, который… Куда отдавать? «Чалов» это… Вот он забивает, мы уже обсуждали. Есть «Шевченко» в «Милане», который 85 минут играл, забивал трудовой гол или, если не забивал, его меняли на «Пипа» и «Инзаги». Кто-то выходил, какой-то дурацкий рикошет и «Инзаги», в итоге в гонке бомбардиров был как минимум не ниже «Шевченко», хотя играл в 20 раз меньше. Стоп, а я тебе могу возразить. Помнишь, мы играли предыдущий матч, где «Чалов» забил гол? Гол, пас. Ты знаешь, что это был первый удар по воротам? Я тебе про то и говорю. Один раз бьет и один раз поворот. То есть, 100% реализации момента. Какие потери у него? Ну, пока ребята общаются… Мы давай еще учтем, что «Урал» не подарок. Совершенно не подарок. На таком поле и обороняться, сами понимаете, проще. А теперь вопрос. Статистика. Давай. На каком месте «ЦСК» в чемпионате России по навесам в штрафную? Первое место, конечно же. Однозначно. С «Фернандесом», с «Щинником»? Конечно нет. Ну, это угловой. Я думаю, где-то в середине. Во второй, третьей. Где-то примерно 13-14. Кто на первом месте по навесам? Мне кажется, «Локомотив». «Зенит», я думаю. Может быть. «Динамо». Смотрите. Точно, точно. Я смотрел. «ЦСК» не играет в навесы. Да. Вообще, только заход в штрафную, только через фланг, центр. Тикитака. Тикитака. Тикитака от «Мортака». Поэтому поле, естественно, для «ЦСК» важнее. На кого, Олег, играть навесами? Началово играть? На кого они будут навешивать? На «Фернандеса»? На «Фернандеса» можно. Если он сам себе навесит. Ну, а почему бы нет? Навесил и побежал. Сейчас Юрий Сергеевич ждут. Как он про «ЦСК» скажет? Ну, игрок «Тур» однозначно – «Марь Фернандес». Всю бровку взял и забил. Наверное, весны. Я тебе что написал? У нас нет такого бомбардира, как «Марь Фернандес». Если будет таких игроков 12, да, в команде. А он вызван в сборе? Да, конечно. Ну, «ЦСК» набрал свои три очка, которые ему очень нужны. Я прекрасно понимаю, что сейчас у «ЦСК» будет такой достаточно интересный график, кстати говоря. Интересно. Если, опять-таки, мне память не изменяет, пять игр подряд «ЦСК» играет в Москве. В Москве. Дома. Дома имеется в виду в Москве именно, да. Но чередность достаточно интересная. Там «Зенит», «Уфа», «Локомотив», «Ахмат». Ну, то есть, да, через тур у них… Ну, день-выходной, день-выходной. Да, день-выходной, день-выходной. Совершенно верно. Олег, а еще вот, кстати… «Спартак», «Локомотив», «Краснодар», «Зенит». Про «ЦСК», откровенно говоря, мне кажется, что как бы не закончился этот бы чемпионат, команде уже 100% можно заносить в актив этот сезон. Потому что команда полностью поменяла свой состав. Ну, там 70%. Да. И, собственно, уже на втором месте в чемпионате, вот после зимней паузы. Да. И как бы то, что сделал Гончаренко – это респект, это уровень. Согласен. Согласен. Ну что ж, о «ЦСК» у нас еще будет возможность поговорить, когда команда будет набирать обороты и станет лидером чемпионата. Ну, а пока мы переходим к следующей игре. Для всех болельщиков «Динамо» этот матч таким, не знаю, холодным… Обычным, холодным душем. Необычным, холодным душем. Отличный матч, кстати. Оренбург, «Динамо», «Москва». Серег, прекрасно понимаю твои чувства. Да, мы списывались, говорили о том, что Оренбург набрал ход. Да, мы это и на прошлой передаче говорили, да. И с кем они, по-моему, последнюю игру «Оренбург» сыграли перед этим туром? С Краснодаром. С Краснодаром, да, 2-2 они сыграли. Да, совершенно верно. И ты и так сам опасался перед игрой. Ну, с Краснодаром нельзя сравнивать игру, потому что там Оренбург бил поворотом, а здесь, понимаешь, Оренбург практически и поворотом-то не бил. Вот у него атака, контратака, вернее, получилась. Они забили, и всё. А у «Динамо» ты видел? Я выкладывал вам всем эти нарезочки там. Потому что смотрел-то, я думаю, я один, наверное, полностью. Когда я смотрелся? Да, Серёжа, смотри. Полностью от начала. Ну, просто ты видел, что не везло, не везло. Вот ребята, кто смотрел, меня поддерживают. Да, там и кристаллины, и перекладины, и штанги, и что только не было там творилось. Ну, как-то не идёт. Даже вот не Шуничий, а кто нас защитников сказал, Козлов, кажется, он сказал, что надо после матча сходить в церковь. Ну, что такое, говорит, как же так. Не забиваем. Вот с «Спартаком» то же самое, да, тоже были моменты. Я, кстати говоря, ты сейчас сказал сходить в церковь. Я был на пресс-конференции после одного из матчей, и задаю вопрос главному тренеру. Мол, может быть, ну, действительно, тогда какая-то полоса шла. Я говорю, может быть, команду отвезти в церковь, на что тренер ответил, нам тогда надо будет везти и в мечети, и в синагогу, и в католический храм. Адамазу играл бы у нас еще. Да, совершенно верно. То есть, говорит, нам придётся в разные места везти свою команду. Ну, конечно, конечно. Ну, вот видишь, просто не везло, но не знаю, что. Будут управлять ситуацией. А может быть, я такую скажу мысль. А может быть, сейчас, ну, такое условное. Скажем так, забить на этот сезон, в том плане, что выстраивание какой-то игры. Может быть, просто? А специалиста оставлять? Хохлова оставлять? Делаем ничью 0-0. Вот пропади всё пропадом. Все 11 человек встаём в ворота. И если за 10 туров мы наберём 10 очков, то мы цепляемся за чемпионат. Ты знаешь, все понимают, все люди взрослые там, они понимают, что в клубе происходят перемены. Они понимают, что, возможно, там под вопросом уже сам Хохлок под вопросом, потому что с такими результатами. Летом будет реорганизация клуба. Уже идёт сейчас реорганизация клуба. Будет реорганизация состава. Часть игроков уйдёт. Потому что сейчас с семью игроками вообще не продлевают контракты. А что с Панченко? Он не играет из игры в игру. А Панченко и не играет. Ты знаешь, вот я вчера общался с одним болельщиком. Он мне сказал так. Он играл в футбол. Он говорит, ты знаешь, после крестов есть такая психологическая травма у человека, что он боится. Он боится выйти. Да. Не боится выйти, боится ускориться. Он играет. И когда эти болезненные ощущения, это при ускорении. Потому что футбол это постоянное ускорение, притормаживание. И он говорит, что скорее всего он подсознательно боится чего-то. И вот видно по нему. Он убирает сейчас ноги. Он меньше стал бить по воротам. Если бьёт, то мимо. Ты сам понимаешь, что это полгода. Ну да, да, да. Восстановление. Может быть Хохлов правильно делает, что потихоньку попускает. Серёж, знаешь, что, скажем так, немножко сейчас не везёт Динамо. Мне кажется, что смотри. У ЦСКА поменялось намного больше игроков, чем у Динамо. Правильно? Но всё-таки подбор не тот. Неважно. Сейчас не об этом мало. Просто здесь многое зависит от тренера. Ну знаешь, ты хочешь сказать, Хохлов виноват. Я думаю, что не Хохлов виноват. Я думаю, может, знаешь, есть тренеры как спасители. Да, вот как Бердыев приходят, если ему дают... Лебожевичи. Лебожевичи, да. Есть пожарные, которые пришли, потушили, вывели, а дальше у них не хватает немножко. Может быть, Хохлову больше дальше повезёт. Но вот при смене, при переходе из одной стадии в другую, может быть, он не этот тренер. Ну, есть рациональное зерно. Соглашусь. Менять будут всё равно. Будет состав меняться. А почему ты так держишься за Хохлова, скажи мне? Я не держусь за Хохлова. Ну тут любой тренер. Олег, при таком составе, я не думаю, что там... Ну а что, состав Крылья Советов лучше, чем у Динамо? Сейчас, наверное, поинтереснее. У них средняя линия сейчас интересная, да. А у Динамо нет такой. У них Динамо играет, ты видел. У нас Юсупов один такая, свежая голова сейчас, которая может пас отдать. А остальные все разрушители, понимаешь, играют. Согласен. Ну, как всегда, когда мы обсуждаем игры с участием московского Динамо, я всегда говорю болельщикам, не переживайте, всё будет хорошо. А мы не переживаем. И так 76-го года, говорю, да? Мы 76-го года не переживаем совершенно. Совершенно. Мы тот он хэм. Давайте переходим мы к турнирной таблице, которая у нас после 20-го тура, а это, соответственно, две трети уже прошло. Итак, смотрите. Зенит. 41 очко. Да? Казалось бы, было, по-моему, 9 даже очков. И когда я говорил, что Зенит станет чемпионом, от слов своих, естественно, я и не отказываюсь. ЦСКА 36. Локомотив 35. Краснодар 35. Спартак 33. 35. 33, да. Ну и дальше 29, 28, 27. То есть, посмотрите, какая просто вот плотность нереальная. То же самое можно сказать и про таблицу во второй её части. 27, 26, 24, 23, 23. Нам до восьмёрки 4 очка. Да и до низу тоже. До низу тоже 4 очка. Нет, ну до низу почему до низу? Ну да, в принципе. Нам до смерти 4 шага. До низу 5. Да. Ну, я не думаю, что у Фа 16, у 23, скорее всего, Динамо. Если и что-то случится необычное, то это в лучшем случае переходные. Не, ну там такие переходные матчи с Чертановой и с прочими. Там висит ещё, прочитал там. Нет, там Гофф какой-то нет. Там Гофф лидер. Но там же ещё висит, могут снять очки, там у Фа на них подали. Кому-то они там не выплатили, могут 5 очков снять там. С кого? С Анжи. Ну, тогда всё, гуляем. А мы гуляем. Гуляем. Друзья мои, я посмотрел недавно, помните, я говорил, да, каков разрыв. Я специально сегодня, я хотел сделать табличку, вот эту, да, разницу между первой и пятой командой. Там. В Испании, в разных чемпионатах. В Испании 17 очков. Там во Франции 20, по-моему, 5 очков. Ну, то есть, разрывы огромные. И если посмотреть, у нас разницу между первым и, там, ну, не знаю, седьмым условное место, ну, тут 13 очков. Я тебе подскажу, Олег, одну мысль. Потому что иногда специалисты берут не первую и последнюю, и пятую. Они берут вторую и предпоследнюю команды. Вот эту разницу смотрят по насыщенности чемпионата. Потому что первая бывает, вот, действительно, как в Испании, там, во Франции, там, ПСЖ вырвались. Ну, в Италии, везде. Да, в Италии, Ювентус, да. То есть, а когда вот вторая и предпоследняя, там, если плотность большая, то, действительно, чемпионат какой-то более интересный. А вот в Германии, там, совершенно. В Германии, да. Сейчас как раз таки. В Баварии, Баруси, они в одну очку, ну, одинаковую Ну, тоже давно такого не было в Германии. В Германии, да. Какая-то команда вырывалась. Кстати, Серега, по поводу задачи выполнена, хотелось, тут как-то резко вспомнилось. В прошлом году ротор вылетал с ФНЛ, и остались они только из-за того, что у команды выше денег не оказалось, чтобы ФНЛ остаться. Ты помнишь это интервью, главный тренер, когда спросили, как вы оцениваете результат сезона? Он сказал, ну, а что, задачи мы же выполним. Ну, кстати, вспомните, как Краснодар заходил в Премьер-лигу. Кто-нибудь вспомнит? Да, да, да. С пятого места. Совершенно верно. Олег, а у Хохлова задача, ты знаешь, какая была на сезон? Войти в Юрокубки. Да. То есть, из Кубка мы вылетели, это ему минимум шестое место надо при стечении обстоятельств. Ну, а до шестого места-то совсем чуть-чуть, шесть очков. Ну, вот я что и говорю. Все, шесть очков. А в розыгрыше 30 очков. Сейчас Динамо набирает 30 очков. И где мы? И вы, как минимум, четвертые. С Тоттенхэмом играем уже. Давайте, у нас остается несколько минут, а еще хочется обсудить. 21 марта мы встречаемся с Бельгией. Ну, а до этого давайте посмотрим, каков состав нашей сборной, который главный тренер Станислав Черчесов пригласил на этот сбор и, соответственно, на матчи. Итак, вратари. Гильерме, Лунев, Шунин. Шунин. Кто туда Шунина поставил? Кто защитники? Шунин! Беляев, Джили, Кутепов, Караваев, Кудряшов, Семенов, Набабкин, Фернандес и Щенников. И идем дальше. Следующие у нас полузащитники. Ахметов, Газинский, Головин, Зобнин, Игнатьев, Миранчук, один и второй. Ионов, Кузяев, Аздоев и Черышев. Ну, и те, кто будут забивать, или, по крайней мере, мы на это надеемся, Дзюба, Смолов, Чалов. Ну, только по нападающим, если честно, нет вопросов. А вот по стороне линии... Согласен. А по защите? По защите очень сложно. У меня самое большое опасение – это защита. Ну, мы проиграли на надежду на Джики. Джики сейчас в форуме и Фернандес сбоку. Ну, скажи, что состав значительно отличается от состава на Чемпионат мира по футболу. Конечно. Но, конечно, мы можем говорить, что Игнашевич был на Чемпионате мира, такой вот дядька. А не кажется вам, что сейчас Джики возьмет историю Игнашевича, и он, мне кажется, должен подтянуть? Он на Спартаке сейчас взял свои руки, и сейчас, я думаю, в сборной. Хорошо бы! Да, хорошо бы! Тогда бы он все делал. А, ну давайте сразу мы уж напомним, что нам светит, да что нам допустим. Коллеги, а хотелось бы еще быстренько обсудить… Давайте посмотрим нашу группу. Ага. На Евро 2020 отборочное. Бельгия, Россия, Шотландия, Кипр, Казахстан и Сан-Марина. Да? Проходим на группу. Без шансов. Сан-Марина без шансов. Смотри, какие команды. Какие там шансы? Какие команды? Сан-Марина, Казахстан. Нет, а выходят три команды. А, три тогда да. Я не знал. Выйдут как раз Бельгия, Шотландия. Три команды. Поборемся с Сан-Мариной. Сан-Мариной поборемся. Ну и давайте сами вспомним и нашим телезрителям напомним календарь, который будет 21 марта. Мы играем с Бельгией. И 24 марта мы играем с Казахстаном. Две игры на выезде. В принципе, с одной стороны, это хорошо. Да? Потому что решающие матчи мы будем проводить дома в Лужниках. 80 тысяч. И мы порвем не то что Англию, но и Фарерские острова. Это наша история долго запрягается. Сан-Марина. Прогноз на Бельгия и Россия. Ты знаешь, Олег, тут недавно закончилась серия команды МБА Голланд Стрит Войрорс 15 побед подряд. И проиграли они команде Феникс Санс, которая проигрывала 20 матчей подряд. То есть самая слабая команда обыграла команду, которая не должна была никакой обыграть. Или как-то выговариваешь эти названия. Я не знаю. Он болеет за них. Да, это правда. Феникс Санс? Брэнс Санс? Ну, конечно, шансов чисто футбольных нет. Так что ставлю на победу Бельгии 3-1. Это хоккейные. Хорошо. Если футбольных нет. Жень, чего ты ждешь от этого матча? Надеюсь, но ничего, наверное, будет. Фернандес Суглово. Фернандес. Это у вас Фернандес. Хотя он бразилиец, правильно. Бразилии нету. Олег, сразу же говорю, надежд нету. Наша сборная проиграет. Фернандес. Хоть кто-нибудь из меня без меня разгромим. Мы разгромим Казахстан, Олег. Подожди, про Бельгию идет. А, про Бельгию сейчас? Да. Мы сейчас в Бельгии. А мы сейчас в Бельгии? Я думаю, проиграем. Проиграем, конечно. Да. Я думал, что буду единственным, кто скажет, что мы обыграем Бельгии. Но, сдается мне, я тоже примкнул к лагерю оптиметичных болельщиков. Что, скорее всего, да, с Бельгией мы не справимся. Ну, а с Казахстаном? А, сказал. Выиграем? Назарбаев ушел, так все. Все, договорились. Друзья мои, в следующий вторник, в 2020, мы обсуждаем два матча сборной команды России с Бельгией и с Казахстаном. Ну, а пока, болеем за своим. Пока. До свидания. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok